Привет, друзья! Это новый выпуск шоу-бук-лайф. Меня зовут Екатерина Бахтова, и мы начинаем. Как же приятно взять в руки любимую книгу. С каждой новой страницы познавать героев, их судьбу, историю. Сегодня мы берем интервью у литературного критика, писателя и педагога Дмитрия Быкова. Поклонники Быкова, на чьих полках уже имеются его произведения, такие как «Телега жизни», «Время изоляции» и «Ничья 2020», сегодня пополнят свою коллекцию, потому что автор презентует свой новый роман «Истребитель». Книга посвящена советским летчикам, соколам Сталину. Жизнь героев – это метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Мы в предвкушении, так же, как и многочисленные поклонники автора. И сейчас у нас есть уникальная возможность расспросить автора лично о его романе. Дмитрий Львович, добрый день. Почему жизнь советских летчиков – это метафора преодоления во имя высшей цели? Что за цель преследовали они? Ну, видите, установка авиационных рекордов – это такое, в общем, не прагматическое занятие. Одно дело, испытывают самолеты. Когда они испытывали, им все время говорили, ну, что вы делаете, эти фоксы в воздушном бою, это не понадобится. Они проверяли пределы, пределы своих возможностей, пределы машины. Их интересовало вот то, что Арсений Тарковский назвал «хвала измерившим высоты». Это попытка прорваться за свой максимум. Поскольку это самое, по-моему, достойное человекозанятие, я о них и написал. В романе вы рассказываете о подвигах в бою, сражениях в инстанциях. А как вы относитесь к доблести и славе в современном мире? Простите, в бою там единственный человек – это Петров. Все остальные занимаются сугубо мирными делами. К доблести, к подвигам и славе отношусь хорошо, но предпочитаю, чтобы о них люди иногда и забывали на горестной земле, когда, так сказать, твое лицо, простое оправе, не обязательно конкретно твое, но чье-нибудь перед ними сияло на столе. Может быть, лицо Христа, например. Какую книгу вы готовы пересчитывать снова и снова? «Легенду об Улиншпигеле». Это для меня энциклопедия и литературных приемов, и любимых цитат. А ее такой более простой вариант – кейс «Адмирал Тюльпанов» Константина Сергеенко и сказки Александра Шарова, книги, на которых вырос лично я. Как вы думаете, почему во время подготовки к единому государственному экзамену по литературе некоторые преподаватели не рекомендуют пользоваться аргументацией, которую вы приводите по тому или иному произведению? Некоторые не рекомендуют, а некоторые рекомендуют наоборот. Понимаете, я настолько не червонец, я вообще замечаю в себе странную способность нравиться одним людям, а не нравиться другим. Я заметил, я нравлюсь тем, что самоуважение я повышаю. Видимо, самоуважение вот этих учителей я несколько понижаю. На моем фоне они кажутся себе не такими уж умными, но я им сострадаю, что сделать. Но я на фоне некоторых людей, например, Александра Эткинда или Елены Шубиной, тоже кажусь себе не слишком умным. Приходится, ребята, как-то соразмерять свои масштабы с объективной реальностью. Расскажите, пожалуйста, какую книгу перед сном вы читаете своему сыну? И стоит ли читать такие произведения маленьким крохом? Голубчик, моему сыну полгода. Ну, сейчас уже скоро семь месяцев. Я ему не читаю, я ему даю слушать песни Навеллы Матвеевой и Михаила Щербакова. Этого вполне достаточно, чтобы вырасти хорошим человеком. Под Матвеев он охотно засыпает, под Щербакова охотно ест. Как это связано с их творчеством, я не знаю. А топ-5 ваших любимых авторов на данный момент? Я столько раз называл эти пять своих любимых книг. Это «Исповедь Блаженного Августина», «Потерянный дом Александра Житинского», «Анна Каренина Льва Толстого», «Легенда о Болиншпигле де Кастера», «Повесть о Сонечке Марине Светаевой». Дорогие друзья, пишите в комментариях название своего любимого произведения, будет интересно почитать. А на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Екатерина Бахтова и Александр Умянцев. Не прощаюсь, скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»